В Томской области предварительные поединки также достаточно на высоком мастерском уровне проводил. У тебя является кандидатом мастера спорта. Ну да, чтобы выйти даже за третье место на чемпионате России, это уже довольно-таки почетно. И теперь финальный поединок. Значит, в красной куртке. Ибрагимов Магомед. Магомед Ибрагимов и в синий Нурмагомедов Хабиб. Магомед Ибрагимов представитель Чеченской Республики, команда Чеченской Республики, мастер спорта. А Хабиб Нурмагомедов также мастер спорта, представляющий сборную команду Республики Дагестан. Весовая категория до 68 килограммов, финальный поединок. Хабиб Нурмагомедов, 88-го года рождения. То есть это молодой. Ну а его оппонент Магомед Ибрагимов, 85-го года рождения. Вот сильный какой удар. Даже звук был слышен. Лоу-кик удар подъемом в голень под коленный изгиб нанес представитель Чеченской Республики. Ну стоял Нурмагомедов Хабиб. Спортсмен молодой, но такой перспективный, растущий. Да-да-да, вот они сейчас обмениваются ударами, коленом, рукой. Сейчас ближний в таком захвате находится, обоюдным за пояс. Я думаю, скоро должно быть какое-то выведение из равновесия. Может быть после удара. Или попытка выведения. Попытка броска, да. В принципе, захваты мощные. Осторожно ведут поединок. Вот судья возвратил обоих и дает замечание. За пассивное ведение поединка, так посчитал судья на ковре Сергей Акинин. Правильно. Взяли такие захваты и чего же, а движения нету. Надо было рисковать. Что-то предпринимать, конечно. Оба спортсмена в одинаковой степени неплохо обладают ударной техникой рук. И, как мы уже заметили, спортсмен красной курточки еще и неплохо умеет работать ногами. Нанес достаточно сильный удар в самом начале поединка. И сейчас пытался вывести из равновесия своего оппонента. Попытался пройти в ноги, Ибрагимов. Достаточно спокойно все же. Получилось. Да, спокойно все же идет ход поединка. Я даже не знаю, выигрывает ли кто-то из них на данный момент времени. Я думаю, 0-0 пока и оба получили по замечанию. Пока счет равный. Хотя психологическое напряжение велико. Вот обмен ударами и, в общем-то, довольно-таки мощными. Опять обоюдный захват. Вот попытка провести переднюю подножку. Не получилось. Тут же наносятся удары. Вот это характерно для боевого самбо. Только что были в захвате, и тут же наносятся удары руками, ногами. Вот этим боевое самбо отличается. Своей динамикой, своим наполненностью, движениями. Статики, в общем, не так много. Все время удары, все время какие-то движения. Да, техника разнообразна. Причем можно ожидать либо удар, либо броска, либо удара коленом, либо стопой, либо кулаком, либо открытой ладони. Ну да, вся техника разрешена, поэтому очень плотно можно вести поединок. И набор техники очень разнообразный. Мы до недавнего времени разрешали, и в правилах даже прописано было, что разрешены удары также и головой. Но так как достаточно травмоопасен этот удар, тем более что большинство спортсменов наших выступают без шлемов, решили отменить этот удар. Тем более что специалистов ударной техники головой не так уж много встречалось во время проведения поединков. Вот пришли к такому заключению, что нужно ребят поберечь. Ну да, и отчасти из этических соображений, чтобы было меньше вот даже рассечений таких и крови. Поэтому решили этот элемент убрать. Хотя большие специалисты ударной техники головой Федерации Боевого Самбо России есть. Ну да, единицы были такие, которые досрочно кончали поединки. Именно этим приемом. Что, это дополнительное время, Валерий Валентинович? Ну, я вот прослушал комментатора, но вполне возможно, вполне возможно, поскольку счет равный, оценок не было. Да, все же, несмотря на видимую активность, все же как-то не очень результативно проходит поединок. Ну а Хабиб Нурмагомедов является, я знаю, сыном тренера дагестанской команды. Главного тренера Абдул Манапа Нурмагомедова. Опытного тренера, который вот всегда привозит команду Дагестана на все крупные соревнования. Ну, секундировать как раз он не вышел. Он переживает, видимо, эмоции захватывает тренера. Наверняка издалека наблюдает за поединком, переживает, конечно. Но и то, что сын вышел в финал чемпионата России, это уже достижение высокое. Личного тренера тире папы, да? Да. Конечно, возможно, соперники друг друга знают. Может быть, они раньше и встречались в каком-то из поединков. Думаю, в общем-то и, хотя они пытаются активно вести поединок, но в то же время и осторожно. Силы равные. Ну, вот это как раз, может быть, и мешает спортсменам самореализоваться. А и вот то, что мы наблюдали, скажем, в предварительной части наших соревнований, оба спортсмена выступали с блеском и показывали, демонстрировали мастерские приемы, здесь, к сожалению, в финальном поединке этого продемонстрировать им не удается. Ну, напряжение, опять-таки, во-вторых, психологическое давление, все же цена вот этому поединку, это право участвовать в составе сборной команды России в чемпионате мира. На чемпионат мира допускается один лучший представитель от каждой страны. Поэтому только чемпион России имеет право выступать в дальнейшем на чемпионате мира и защищать честь России. Ну, вот пошел такой обмен ударов руками. Попытался пройти в ноги. Да, сумбурный обмен ударов. Время поединка. Ну, достаточно сложная ситуация. В данной ситуации победителя должны будут, на мой взгляд, так, по-моему, равный счет, да? Или отсутствие какого-либо счета? Ну, тогда решают по мнению судей, если... Видите, все равное. Оценок нет, по замечанию имеют оба спортсмена. Показать, победитель! Ну, вот видите, по мнению судей, Магомед Ибрагимов, представитель сборной команды Чеченской Республики, становится чемпионом России. И, конечно, Хабибу Нурмагомедову обидно, но здесь, как говорится, надо было самому стараться набирать те самые зачетные очки, или хотя бы очко, которое привело бы его к чемпионскому титулу.